и всем привет дорогие друзья с вами бессмертный и в общем-то спустя полгода я решил все-таки записать какой-то видос вот я извиняюсь то что проебал эти полгода ничего не записывал ну как то не знаю была какая-то ханра наверное ну ладно не буду много пиздеть в общем-то сегодня у нас пойдет новый обзорчик вот выпараса x rose давно я купил этот под пользуюсь им довольно таки давно ты в общем-то хочу рассказать свои вообще ощущения как чо вообще в общем-то довольно таки есть на счетах с мени есть две версии таких x rose большой да то есть такой же но с кнопкой почти что и такой вот такой мини x rose нет на рынках сейчас довольно таки многие уберут потому что якобы он непритекаемый в принципе да он непритекаемый но через минуту я вам расскажу вообще чё и как выглядит вот так я извиняюсь свою ебучую иллюминацию в принципе многие писали мне то что у меня говно свет я извиняюсь еще за фаны заднем плане в общем то вот такой экстрадик вот компании в принципе я доволен на процентов 70 им вот значит 12 ватт он выпаривает из себя на зарядку на стейп си быстро зарядка поддерживается да то есть а как бы от 1000 махов в принципе довольно таки хорошо хватает на два-три дня зарядки но если вы парите как паровоз то есть через каждую секунду вы херачите вейп то принципе вам не хватит 10 махов 10 тысяч махов и так значит работает у нас на картриджах картриджи конечно же придется магазине они всегда есть и по нормальной цене 250 рублей за картридж принципе вот но что мне не порадовало то то что меня очень сильно разозлило это значит вы покупаете картридж проходит неделя ему пизда вот но его парить можно у него этот гарик то есть как вот допустим суверин да или или чироны то есть он нет мне такого нет то есть вы можете его парить как зеро допустим полгода один тоже картридж вот вас просто будет вкус не очень приятный да он будет там пыхтеть фильме мается но он не будет одоевать горчинкой то есть не будет этого гарика лютого что я скажу по защите значит у нас здесь все-таки он течет но течет в том случае если у вас картридж у нас стал пиздец и поэтому здесь начинается начинает то есть такая резиночка короче она со временем начинает в холоде дубить в жаре плавится и так далее как же пиздец ей приходит и поэтому у вас сегодня начинает течь но не сильно кстати течет то есть потеков не очень много то есть вообще ну прям прям ну прям маленького но он будет течь далее что заправляется он очень интересно многие ведь не знают но компания вы про с решили всех сломать тем то что они теперь заправляют сверху то есть не как мы мучили снизу да то есть вытаскивали выжали мучились засовывали все быть жиже они здесь просто сделали такое гидроотверстие и заливали и заливается жиром в принципе 3 мл бачок нет в принципе неплохо на корпусе присутствует такая рисунок как выпуклая наверное выпуклый элемент который довольно таки приятно держать то есть он не скользит в руке то есть он не ёгнется у вас там допустим если мамка вас запалил у вас руки начали трясись у вас пизданулся нет такого не будет вот что у нас дальше вкусопередача примерно 8 и 10 почему потому что мне понравилось со временем вот это вот проблема всех подика вейпов то что собирается сверху на испарители жижа ты начинаешь парить и тебе просто в рот выливается полбак в принципе это неприятная вещь поэтому я был недоволен если сейчас брать мой старый аегис да то есть но намного лучше да но и там по цене вот по цене кстати он стоит недорого 1200 рублей это стоит мини-версия в принципе она ничем не отличается от большой версии потому что в принципе все сделано одних и тех же картридж на 1 на 1 и на одних и тех же базах на платах и так далее в принципе вот просто x rose 2 большой он немножко больше у него кнопочка вот здесь у него нет такого принта он скользкий поэтому мне он не понравился но он сука дороже стоит вот это вот это вот прям это бредятельно полная вот 1200 короче он стоит на рынке по моему если не ошибаюсь вот что я еще могу сказать в принципе минус есть один как поскольку сейчас начинается зимний холода сейчас на улице творится полный пиздец у него есть такая защита как допустим если он холодный он будет гореть короче красным он не будет парить то есть он будет показывать что якобы он разрядился но если вы зайдете в тепло он запарит вот эта функция меня бесит просто то есть держать подик только в кармане где тепло самое такое и джинсах и так далее только там передних карманах на в куртку его ложить вообще не стоит в холода потому что он тогда не будет вас работать вот в этом минус вот в принципе заряжается он очень быстро довольно таки вот греется конечно жестко когда заряжается но это нормально ну лайфхак скажу когда у вас есть у вас подик на тайп си берите вытаскивайте картридж при зарядке потому что мало ли сбой в системе автофарм сами понимаете не хотите лишиться картриджа если не хотите то лучше вытаскиваете кстати обдувы у него наху маленькие всего два обдувчика вот в принципе нет как то так сам по себе легенький очень маленький кстати в руке он то есть ладони спокойно то есть очень маленький как одноразка паси что вот как то так короче принципе мне понравилось и раз погрели одноразки в принципе если сравнить одноразку и его то есть ну одноразка блять больше даже кстати это одноразка от dial хорошая одноразка кстати я извиняюсь если неправильно назвал потому что я не был на самом деле название вот я только вчера я купил и решил попробовать что это за такая фирма вот принципе тяжеленький только блять на 1200 если не ошибаюсь я просто не смотрел на коробке напомню 1200 затяжек вот но я могу ошибаться так что не нужно написать потом в комментарии то что ты лох то ошибся довольно таки вкусная передача вот но у всех одноразок мне никогда не нравился обдув то есть это не вейп тут такого нет то есть выпарить как будто воздух а потом когда всасываете в себя как будто бы вообще другие ощущения становятся мне это не нравится вот как-то так короче в принципе а ну давайте по картриджам тоже разберемся потому что будут писать умники которые блять все знают нас нас есть два типа картриджа на 8 ом и на 1 и 2 ома в принципе я беру на 8 потому что у него не знаю для меня как ну больше вкус передачи многие берут на 1 и 2 но я беру на в 0 8 ом в принципе не хватает картриджи на них такие же как на x rose обычно то есть вы приходите в магазин и не говорите можно мне картридж на x rose мини просто говорите можно мне картридж на x rose все больше нет x rose ну в принципе тут больше нечего сказать о нем нет комплектация у него была кстати довольно таки бомжатская и коробочка у нее тоже была бомжатская то есть тоненькая маленькая коробочка да такая один проводочек лежит и больше не комплектации ну вот именно инструкции так далее все блять больше ничего там не было вот это да здесь нас не порадовали ну хотя чем мы хотели за 1200 рублей в зерошке то намного больше лежит чем в x rose вот в общем то с вами был бессмертный подписан на канал ставьте лайки пишите свои комментарии я всегда их вижу канал я не забрасываю просто бывает так что нападает на меня хандра вот всем удачи всем пока